приветствую вас друзья на своих сериях видео как организовать запустить свой стрим вот они этот плейлист и так это у нас уже шестая часть и посвящена она будет какие принципе последующие неким советом для начинающих стримеров неким подсказкам каким образом они должны завоевывать аудиторию что отличает популярных стримеров от непопулярных в чем секреты и так далее и сегодняшняя наша часть будет посвящена такой программе вот она убить видос эта программа которая позволяет собирать в одном окне все сообщения ваших зрителей из любого чата где бы они вас не смотрели на твиче на геймерс тиви либо на каком-то другом ресурсе неважно на кибергейме все это можно настроить и смотреть в одном окне это гораздо удобнее и это окно можно выводить на стрим и так что же отличает успешных стримеров от всяких лузеров школоты и прочей значит ну школа ло стримеры обычно запускают доту включают какой-нибудь музончик и начинают играть и они думают что сейчас повалит народ играют там где-нибудь в драг металлах в лиге в лиге и думают что все они они сейчас боги они тут покажут уровень свой не к ним придет народ нет этого никогда не произойдет вас никто не будет смотреть вы никому не интересны я такие заявки даже не одобряю у себя на портале можете их не присылать то же самое когда собирается какая-нибудь компания школоты начинают стримить доту опять же чаще все в общем дымя так происходит по заявкам судя и начинается мат в эфире они думают что вот они матерятся они уже такие взрослые парни все зритель сейчас проникнется все школьники прибегут их смотреть нет этого тоже не будет потому что такие стримы обычно везде банят они никому не интересны и они только занимают ресурсы и место я ничего против школьников не имею сразу же говорю да и уже не адекватно подчеркал подчеркивал школота это не возраст это состояние разума человека вот и в любом возрасте человек может быть школотой так вот успешные стримеры они работают с аудиторией они читают чат они отвечают на вопросы они ведут диалог в конце концов со своей аудиторией то есть зритель чувствует себя причастным к этому стрим стриму как будто он сам проходит эту игру иногда зрители даже влияют на прохождение той или иной игры когда стример задает вопрос на вот как как бы вот вы считаете нужно в той или иной ситуации поступить когда существует вариант выбора вот и как раз таки это вот программа викитос она позволяет объединять всех зрителей в одном месте это здорово ну что но у вас могут смотреть один два зрителя на каком-то конкретном ресурсе но тем не менее они являются частью большой тусовки так вот давайте уже приступать к настройке данной программы и прежде всего вам нужно будет ее скачать и установить это может сделать любой человек любого возраста проблем не составляет ссылку вы найдете в описании данного видео она будет вести сразу же на скачивание дистрибутива либо она будет вести чуть позже уже на статью на портале gamers tv где я собственно расскажу про про то как организовать запустить собственный стрим это будет в разделе статьи но ссылку вы увидите уже прямую конечно же итак вы скачали программу установили ее дальше вы увидите вот примерно такое окно может быть больше не важно я его уже сократил она легко растягивается на любой размер так вы заходите в настройках и первое что вы настраиваете единственная настройка это отображение отображение сообщений видите как у меня отображаются то есть значок gamers tv потом идет сообщение потом идет имя пользователя продемонстрирую как это работает вот я там пишу например тест 2 и она тут же сейчас появится в этом вот окне вот видите тест 2 по умолчанию стоит настройка что у вас отображается собачка и название ресурса этого не нужно потому что по значкам все так понимают откуда приходит сообщение как его читать по умолчанию это выглядит следующим образом вот так это будет по умолчанию то есть если вы пришлете сообщение тест 3 например видите да как она отображается это все лишнее я рекомендую это убирать просто убирайте вот это вот то что после собачки удаляете скобки обязательно должны закрываться и все теперь у вас все хорошо тест 4 ну вот пожалуйста тест 4 видите так гораздо компактнее и не загроможная сочетка до сообщения длинная это удобно следующая настройка которую вам необходимо сделать это конечно же подключить там кибергейм аккаунт или геймерсти если мы говорим про геймерсти например то выдать нам поставите галочку что вы хотите читать этот чат вам необходимо указать свой логин и пароль логин это адрес электронной почты не перепутайте это не имя на портале а именно адрес электронной почты который вы регистрировали и пароль пароль обязательно набирайте тот который да соответственно вы зарегистрировали и ссылка на канал ссылка на канал вот здесь убирайте и то есть копируйте ее вставляете сюда все вы читаете чат дальше так настроили все ресурсы на которых вы стримите следующие важные настройки находится здесь главные настройки оставлять ли время прихода сообщения я эту галку убрал зачем вам нужно видеть до секунды когда оно пришлось вы и так читаете чат неважно это все не нагромождайте чат лишним 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 ничего не нужно да дальше есть такая настройка save chat to image даже подсказка идет для obs это для того чтобы вы могли сохранять постоянно картинки например раз там секунду раз две секунды и обоис вас мог подхватывать картинки мне этот не понравился поэтому его даже рассматривать не буду я вам покажу два альтернативных метода все остальное в принципе вам не нужно показывать сколько зрителей вас смотрят вот это вот очень важно важная настройка в принципе все остальное оставляем по умолчанию дальше дальше мы настраиваем звуки все нормально здесь звуки включить обязательно если не отключено это чтобы услышали стрим у вас онлайн или оффлайн например вы играете заигрались у вас по каким-то причинам стрим вылетелом вы по крайней мере услышите это не увидите но услышите и в принципе наверное все больше вам ничего не нужно больше ничего не нужно устраивать вы вот уже в окне читайте там twitch другие какие-то ресурсы теперь что нужно сделать нажать два раза на черную область мышкой кликнуть два раза видите все лишнее убирается у вас становится маленькое окошко именно его вы и будете вставлять свой стрим как это делается мы посмотрим на примере программу obs так twitch мы будем настраивать немножко позднее друзья пока obs и так вот вы сделали захват игры либо изображение с игровой приставки неважно с чего-либо и вам теперь необходимо соответственно добавить сюда чат я очень рекомендую кстати пользоваться всем стримером двумя мониторами купите какой-нибудь если вы играете с пк вы пекарь да то вам необходимо какой-нибудь дешиманский монитор 2 стоит он будет наверно тысячи там полторы две самый простой чтобы выводить всю служебную информацию на него чат обязательно чтобы вы могли читать этот чат оба с помогли стримить и смотреть если у вас какие-то потери или нет потери кадров вот они что еще ну и другую информацию которая вам может быть полезным основной ваш монитор на который вы смотрите он должен быть только и там должна быть только игра все очень просто так дальше дальше у нас да теперь теперь мы собственно прикручиваем этот чат вот сюда как это делается вы делаете правую кнопку мыши нажимаете сюда добавить добавить окно нажимаете ok и у вас сразу же подсказывает вот окно убиты то с этой программы если вы нажмите ok то она буду у нас отобразится видите здесь рамка это не очень удобно я сейчас расскажу как ее убрать во первых вы должны переместить вправо так вот сюда позиция размер справа все справа встала у вас обычно размещают чат как раз таки в правом верхнем углу либо в левом верхнем углу но в зависимости от игры вы можете менять расположение чата дальше следующая важная настройка это прозрачность обязательно не делаете я рекомендую 65 значений видите там же все что там находится за окном чата она отображается чтобы и ну не сидала всю область совсем в принципе все сообщения видны и на стриме же люди смотрят чаще всего fullscreen они будут видеть ваше сообщение так дальше есть еще один метод но он будет работать только если у вас два монитора этот метод принципе будет работать если у вас один монитор вот но если у вас два монитора я рекомендую делать следующим образом это удаляем делаем правую кнопку мыши добавить рабочий стол окей и нажимаем здесь вот конкретная область выбрать область и делаем следующим образом так это все сжимаем хитрость такая начала поднять а потом вот так сделать и мы подгоняем таким образом чтобы у нас только черная область была ах елки-палки не получилось у меня так вот чтобы захватывал только черную область чтобы вот этой рамки не было которые говорил неприятны это можно настроить подстраивать пока вам не понравится как это есть и потом нажать enter нажимаем enter окей все ведь у нас появилась тут справа немножко рамка но это все можете опять же под регулировать нажимая параметры выбрать область и немножко опять сужаем вот так вот окей рамка рамку рамку ушла все нормально позиция размер справа все да не забывайте всегда делать прозрачность 65 все отлично вас и заработала теперь вы можете читать чат пользователи увидят и очень важно да что они не чувствуют себя одинокими если матом один-два человека в каком-то чате они видят сообщение других пользователей видят что за вопрос вам задали на который вы отвечаете это сокращает время ваше на необходимость зачитывать вопросы зрителя вам уже не нужно их зачитывать вы можете просто читать чат и отвечать на вопросы зрителей и все все кто видит это окно они понимают на какой вопрос в данный момент отвечать это очень важно и зрители также чувствуют себя не не одинокими как я сказал когда они видят другие сообщения других чатов то есть они могут даже между собой общаться на то что они вообще на разных находятся ресурсах это очень удобно так ну что будем заканчивать работайте со зрителем как я уже сказал будьте активным стримером школа дотеров никто не любит под музычку и с матами вам нужно быть стараться быть интеллигентным стримером желательно хорошо поставленным голосом быть бодрым активным коммуникативным и так далее обязательно если в этом видео понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал чтобы не пропускать среди следующие видео следующие видео например будет вообще как настроить эксплит на то же самое только по настройке эксплита у нас будет также вскоре очень важное видео как добавить камеру как добавить вебку но это 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 может сделать каждый школьник я понимаю но у нас будет нечто особенное по поводу вебки как ее добавлять правильно я еще сам пока не смог это настроить мне нужно подготовиться и как только я сам это все настрою как положено я вам обязательно продемонстрирую как это нужно делать так что не пропускайте подписывайтесь на канал буду рад видеть вас на своих стримах например 21 марта мы начинаем марафон с playstation 4 по игре infamous ожидаемо всеми жду вас всех на своих эфирах можете задавать мне вопросы там и лучше издавать именно там не на ю тубе например ну либо в принципе можете конечно в комментариях отписываться задавать вопросы если вам что-то непонятно для вас есть какие-то предложения буду рад все всем спасибо до новых встреч пока пока